Ну а теперь к обещанному. К нам поступает много обращений от людей, которые столкнулись со списанием своих банковских карт средств в качестве взыскания за неуплату автомобильных штрафов. На прошлой неделе мы на эту тему встречались с судебными приставами. Сегодня у нас в гостях представители ГИБДД. Нам предстоит выяснить, почему перед тем, как возбудить исполнительное производство, сведения о штрафах, зафиксированных камерами наружного наблюдения, не доходят до многих из нарушителей. Посмотрела в интернете и увидела, что у меня два штрафа. Мне нужно в отпуск сегодня вечером. Все, пришлось сюда идти. То есть вы не знали про него ничего? Нет, не знала. То есть вам ГИБДД не прислал какой-то документ? Нет. Бумаг у меня никаких не было. В интернете я обнаружил, что у меня неоплаченные штрафы. С моего счета снято были денежные средства. Я зашел на сайт УЗК. Узнал, что оказывается есть какое-то там постановление. Причем постановление с 2013 года. Никаких бумаг я не получал. К мне не ходят уже больше года вот эти вот распечатки с видеокамер. Знают, куда, в какую почту посылают. И посылают туда. А с почты не ходят. Я сюда как-то работу хожу уже. Вот сюда. Ну а теперь, собственно, я нашим телезрителям представляю моего гостя. Это Андрей Васильевич Ладыгин. Заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ МВД России по Пермскому краю. Мы нашу тему назвали так. Незнание не освобождает от ответственности. Ну, собственно говоря, незнание в данном случае вот у нас сейчас превалирующее слово. Ходят упорные слухи, что не приходят эти штрафы, потому что их никто и не рассылает. Так ли это? Ну, тут совсем не так. Хотелось бы, чтобы телезрителям было более понятно рассказать весь цикл. То есть от внесения постановления до его исполнения. То есть в соответствии с кодексом... Так, Андрей Васильевич, я так, чтобы у нас не очень много времени, чтобы быстрее оно шло. Смотрите, выписан штраф, если ты при этом присутствовал, тебе дается 60 дней для того, чтобы ты заплатил этот штраф. Но если камера зафиксировала нарушение, то, естественно, должна быть распечатка, она должна прийти нарушителю, который увидел, либо он оспорил, не согласился, либо он заплатил, опять же, в установленные 60 дней. Так, ну вот говорят о том, что не приходят. После вынесения постановления на следующий же день направляется письма владельцам транспортных средств, то есть в отношении которых вынесено постановление. И тут два варианта. Либо человек получает это письмо, либо он не получает. Если человек получает, то да, действительно, ему дают 10 дней на обжалование, 60 дней на оплату постановления. При оплате к нам поступает информация, и постановление считается исполненным. То есть претензий к гражданину нет. Второй вариант – это когда постановление гражданин не получает по каким-либо причинам. Причины бывают разные. Ну, как предположение? Какие могут быть причины? Ну, это не как предположение, а как практика показывает. Это одна из причин. При доставке нет гражданина дома. То есть, естественно, почта России несколько раз пытается сделать доставку. Гражданина нет дома. Вторая причина – это отказ от получения данного письма. Хотя гражданин знает, что ему пришло извещение о получении письма, отказываться это письмо получить. Ну, и третья причина – это… Ну, вот в основном это две причины. Третья причина – это то же самое, что человек не знает, потому что он переехал в другое место жительства, а транспортное средство не перерегистрировал по новому месту жительства. А разве он должен перерегистрировать? У нас все-таки единая система. Нет, он должен это сделать, перерегистрировать, потому что постановление отправляется владельцу транспортного средства по месту регистрации этого транспортного средства. А почему не по месту регистрации гражданина? По месту регистрации гражданина, гражданин регистрирует транспортное средство по месту своего жительства. Но в дальнейшем он это место жительства меняет. Андрей Васильевич, когда он покупал, он жил в одном месте, потом он переехал, прописался в другое место. У вас же должны быть эти сведения. Эти сведения у нас нет. Почему? Это обязанность гражданина внести коррективы в регистрационные документы. То есть вы не знаете, что одна рука делает, что вторая? Это милиция, но тем не менее, полиция, извините, но тем не менее, не приходят сведения. Я поняла, не приходят. Согласно постановлению правительства о регистрации колесных транспортных средств, обязанность гражданина внести коррективы в регистрационные документы. Ну, при сегодняшней компьютеризации мне непонятно это, ну так и так, хорошо. Дальше, вот смотрите, вы говорите, что почта пыталась доставить, но, видимо, нельзя пускать в почтовый ящик, я правильно понимаю? Да, письмо, оно заказное и должно быть вручено. А извещение? Извещение, да, вручено извещение, и потом владелец идет за письмом на почту и получает под списком это письмо. Ну, как известно, что мы работаем примерно в то же время, что и почта, поэтому, естественно, встретиться довольно сложно нам. Итак, вот смотрите, ну, не будем называть эту ситуацию безвыходной, потому что выход же у нее есть, правда же? Вот ты раз, два, три не получал уведомления о штрафах, наложенных на тебя. Но, тем не менее, мы же можем где-то познакомиться, скажем так, со своими нарушениями, узнать о них вовремя, заплатить вовремя, чтобы далее не было исполнительного производства возбуждено. Несмотря на то, что штрафы не получены, они возвращаются к нам, эти постановления, и по истечению, значит, 10 дней после возврата они тоже вступают в законную силу, и при отсутствии в дальнейшем сведений об их уплате, они направляются эти постановления судебным приставом для принудительного взыскания. В какое время, в какое, в смысле, через сколько? Значит, после того, как они к нам поступают, в течение 10 дней они вступают в законную силу. Нет, я понимаю, что они вступают в законную силу. Как скоро вы обращаетесь в суд? Как у нас появляются сведения в базе, что штраф не уплачен, после вступления в законную силу в течение 10 дней мы выносим постановление и направляем их в судебный судебный. Это масса людей, которые обращались по поводу того, что снимали у них деньги из банковских карт, говорили о том, что исполнительное производство возбуждено в конце 2014, в начале 2015 года за штрафы, которые они не оплатили в 2013 году. Это нормальная практика? То есть это действительно так? Нет, это практика такая ненормальная. Основная масса постановлений, она отправлена, вот сейчас вал постановлений, пошел в 2014 году, после того, как мы ввели электронные документы обороты со службой судебных приставов. То есть есть все-таки у вас электронные документы обороты? Сейчас в данном случае уже он налажен и практика наработана с судебными приставами. И в частности и нам легче в данной ситуации и судебным приставам. Вы уж меня простите, Андрей Васильевич, я-то знаю, что у вас как бы свой интерес, имеется в виду, как у человека служивого. А вы нам, людям, которые по ту сторону экрана, объясните, все-таки где я могу узнать, есть ли наложенный на меня штраф, если, ну вдруг, по каким-то причинам до меня они все же не дошли? Да, штрафы, они, если не дошли, по каким-либо причинам отсутствует и так далее, то можно эти информацию по этим штрафам узнать в нескольких местах. В частности, это при личном обращении гражданина в любое подразделение ГИБДД. У нас одна минутка, поэтому очень коротко. Любое подразделение ГИБДД. Второе место – это сайт ГИБДД, официальный сайт ГИБДД Пермского края. И третье место – это сайт госуслуги. То есть, ну самое простое, сайт ГИБДД забиваешь номер своего свидетельства о праве собственности автомобиля. Свидетельство о регистрации, да. И получаешь данные по штрафам. И, собственно говоря, если ты понимаешь, что еще никакого исполнительного производства не возбуждено, ты можешь совершенно спокойно заплатить и, наверное, надо как-то уведомить ГИБДД. Либо заплатить, либо обратиться в подразделение Центра фото-видеофиксации, получить информацию по этому постановлению и либо заплатить, либо его обжаловать. Ну что ж, спасибо большое, потому что, я говорю, вот этот вал обращений, мы все-таки должны на него реагировать. Хорошо, что реагируем, правда? Я хотел бы больше рассказать, но время ограничено, к сожалению, да. Спасибо огромное, но приходите, будем находить время и для других вопросов. Спасибо. Спасибо.